Приветствую всех, в школе Джобса, меня зовут Долстон, и в сегодняшнем видео мы с вами разберем фильм Ghost или Привидение. Но перед началом этого видео я бы хотел вам рассказать о сайте Memoize, где вы можете искать примеры из фильмов и мультфильмов, просто ведя слово в поиск. Это очень-очень полезно, так как вы можете слышать живую английскую речь. Ссылка на сайт будет в описании нашего видео. A cardiac wing. Кардиологическое крыло в госпитале. Busted. Козёл. Ублюдок. To catch on. Понимать. Улавливать. Gana. Мёртвый человек. Умерший. Балла Лакс. Кто ты? Я ждала моя жена. Она в 4C. Кардиологическое крыло. Она борется. Козёл. Да, это все. Порто. Может быть, ты можешь привести к этому. Ты можешь быть здесь долго. Я тебе покажу секрет. Дорога не так плохого, как ты думаешь. Зип-зап, нет ничего. Ты увидишь, ты увидишь. Я видел его миллион раз. Он не будет. Он не будет. Я видел его миллион раз. Он не будет. Видите? Они приходят. Дорога. Может быть, другая. Ты никогда не знаешь. Третье невидима, кто кадр Acid. А Octro. Черка, дай в т appeared. Черку. Черка, дай в т navigate. Черка, дай в т ouvер. Черка была на выходе. Так что же с тобой случилось? В этом предложении используется время past simple. Это можно поднять по слову happened, которое переводится как происходить или случаться. Здесь этот глагол стоит с окончанием ed, что указывает на то, что действие произошло в прошлом и закончилось также в прошлом. Окей, давайте повторим. So, what happened to you? Так что же с тобой случилось? What? Что? You're new, huh? I can tell. Ты новенький, а? Могу так сказать. Are you talking to me? Ты говоришь со мной? Relax, it ain't like before. Расслабься, это не так, как раньше. Вы можете спросить, что такое ain't? Все на самом деле очень просто. Ain't – это сокращение от Am not, is not, are not, have not, has not. Может быть, любой из этих значений. Использовать в разговорном английском – это нормально, но в письме считаются грубые ошибки, как и любые другие сокращения. Relax, it ain't like before. Расслабься, это не так, как раньше. It's a whole new ball of wax. Это все по-другому. Who are you? Кто же ты? Окей, it's a whole new ball of wax. Это все по-другому. В данном случае словосочетание a whole ball of wax является идиомой и переводится в значении «все целиком». I'm waiting for my wife. She's in the 4C, cardiac wing. She's fighting it. I'm waiting for my wife. Я жду свою жену. Здесь у нас продолжительный процесс. Значит, сейчас жду и продолжаю делать это. I'm waiting for my wife. Конструкция элементарная. Субъект – I, he или father, к примеру, плюс глагол to be – am, is, are. Плюс основной глагол – wait. И также окончание – ing. И дальше объект действия – for my wife. И у нас получается I'm waiting for my wife. She's in the 4C, cardiac wing. Она в 4S, в кардиологическом крыле. Госпитали, конечно. Shot, выстрел. That will do it every time. Это всегда бывает. Poor bastard. Бедный чувак. На самом деле, bastard переводится как ублюдок, козёл. Старайтесь не использовать такие слова в речи, так как это очень грубо и не культурно. Может, только с самыми близкими друзьями. Ты вполне сможешь к этому привыкнуть. Ты будешь здесь достаточно долго для этого. У нас здесь сразу разговорная фраза и грамматическая конструкция. Но сначала начнём с выражения may as well, которое переводится как можно вполне сделать что-либо. You may as well get used to it. Ты вполне сможешь к этому привыкнуть. Как вы поняли, to get used to означает привыкнуть к чему-либо. В большинстве случаев используется вот эта конструкция. Get used to плюс глагол плюс ing. Привыкать, приспосабливаться к новым обстоятельствам. В нашем примере говорится, что у тебя будет достаточно времени находиться здесь. You could be here for a long while. И, понятное дело, ты привыкнешь к этому. You may as well get used to it. I'll tell you a secret. Я скажу тебе секрет. I will tell you a secret. Doors ain't as bad as you think. Двери не так уж плохи, как ты думаешь. Zip-zap ain't nothing at all. Вжик-вжик и ничего нет вообще. You'll see, you'll catch on. You'll see, ты увидишь, you'll catch on. Ты поймешь. He ain't going to make it. Он это не осилит. I've seen it a million times. He's a gunner. Я видел это миллион раз. Он мертвец. I have seen it a million times. He's a gunner. Прилагательное gone – потерянный, пропащий. Но также есть значение как ушедший, умерший. Синоним слова dead – мертвый. Также и существительным, добавляем букву R к слову gun и получается gunner – мертвый человек. Труп. В нашем примере говорится, что он мертвец. He's a gunner. You see? Here they come. Lucky bastard. Could have been the other ones. You never know. You see? Ты видишь? Here they come. Вот они пришли. Lucky bastard. Счастливый мерзавец. It could have been the other ones. Тут могли быть и другие. You never know. Ты никогда не знаешь. Которых линии. Ну вот. кто же они no god help me help me нет боже помоги мне помоги мне а на этом видео подходит к концу если вам понравилось обязательно ставьте большие пальцы вверх делитесь с друзьями а в комментариях оставляйте какой фильм вы любите смотреть в жанре драма возможно я посмотрю и обязательно сделаю видео также не забывайте заглядывать на сайт который я оставлю в описании к этому видео